Его нужно было поставить такую ситуацию, когда был бы тотальный страх, страх перед взрывом своего дома. Поэтому было принято решение взорвать несколько домов в нескольких городах России. И ужас, он просто объял всю страну. В перинатальном центре Насимашка-3 родились у меня дети. Я привез их в Дагестан хоронить. Начал скрывать саванн. Вот что я увидел. Здесь куклы. Здесь натуральные куклы. Зачем РФ для начала войны взрывать дома, если достаточно было нападений на Дагестан? Затем, чтобы народ поддержал эту инициативу. Для того, чтобы народ России поддержал войну в Чечне, недостаточно было Дагестана. Вообще народу России было плевать на Дагестан, чтобы там не произошло. И на тот момент, если бы Дагестан восстал и решил выйти из состава России, народу России было бы и на это тоже наплевать. Войны никто не хотел. Российские граждане только пережили первую Российско-Чеченскую войну, только успели похоронить тысячи своих детей, солдат, которые грузом 200 отправлялись обратно в российские города. Поэтому Россия, российское общество не дало бы санкции Путину на эту войну. А на тот момент надо понимать, что был еще парламент, Государственная Дума, она выполняла функции парламента на тот момент. Это не как сейчас ручные какие-то депутаты, ручной орган Путина. Это реально была одна из ветвей власти. Сейчас это просто одна из рук Кадырова Путина. Это как исполнительная власть. Одна из частей исполнительных властей сейчас Госдумы. На тот момент это был реально действующий орган, и поэтому нужна была санкция парламента. Чтобы парламент дал санкцию, в целом народ России должен был поддержать эту тему. А чтобы народ поддержал, его нужно было поставить такую ситуацию, когда был бы тотальный страх. Страх перед взрывом своего дома. Поэтому было принято решение взорвать несколько домов в нескольких городах России. И ужас, он просто объял всю страну. Все начали понимать, что они живут в таких же домах, что они находятся под таким же риском. Им угрожает та же самая опасность. Завтра в подвале может оказаться гексоген именно в их доме. Завтра машина может взлететь на воздух именно в их дворе, припаркованное перед их подъездом. Поэтому людей подготовили таким образом, и люди дали согласие. Это была очень серьезная такая прецоперация российских спецслужб ФСБ России. По взятию власти. Я бы даже это назвал не привидение Путина к власти, а взятие всех ветвей власти в руки спецслужб. Вот такая вот была спецоперация. Томсо, слышал ли ты о двойне, которые якобы умерли? Вместо них положили куклы. Почему родители дали обратное интервью против себя? Их запугали. Что-то там несостыковка. Слушайте, жуткая история. Я, честно говоря, когда в первый раз это увидел, подумал, не дай бог это окажется каким-нибудь пранком. Это будет просто отвратительно. Вот такие вот кадры разлетелись по всем социальным сетям. Вот Ставрополь. В перинатальном центре. Насимашка-3. Родились у меня дети. Я привез их в Дагестан хоронить. Начал скрывать саванн. Вот что я увидел. Здесь куклы. Здесь натуральные куклы. Значит, мои дети живы, да, получается? Да, они живы, получается. Куда они делись? Нет, мыла же мыла. Какой мыла дети мыла? Сейчас поеду я этих всех мыл. Сейчас я им всем сделаю. Я же их оплакивал я. Это же... Это песок, это... Песок, это который цветы ставят внизу, чтобы вода была. Они же задерживаются. Нет, нет, видно, что это... Куклы это не здесь есть. Все, собирайте это все, поехали. Давай, собирай это все. Снимаем, да? Руки, ноги вытащи там. Вот, это все. Сейчас, что, да. Что у нас на руки? Завязывай, давай. Лучка прокрафов. Вот, столько свидетелей. Вот все свидетелей. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, суть вы поняли. В общем, эти кадры разлетелись. Естественно, это вызвало полный фурор. Все начали это репостить, обсуждать, трубить. И развязка этой истории вообще какая-то удивительная. Просто в голову не выкладывается, как такое возможно. Сейчас этот же канал База пишет, что жена этого человека, то есть та, которая родила эту двойню. Что она на самом деле никого не рожала. Что это она все придумала, эту аферу с этими детьми. Просто мотивом было удержание мужа. Типа он хотел детей. Та его обманула, сказала, что она беременна. Потом придумала вот этот выход из ситуации. Сказать, что якобы дети умерли. Но я не знаю, я вот сейчас сидел это до эфира, как-то анализировал, пытался как-то проследить логику в этих действиях. Столько вопросов возникает к этой теме. Вы просто представляете, женщина может обмануть своих соседей в том, что она беременна, своих родственников, своих родителей она может обмануть. Но мужа обманывать 9 месяцев, что она беременна, да еще и двойней. Я просто не представляю себе, как такое возможно. Это какой уровень должен быть актерского мастерства, визуальных способностей визуально преображаться как-то. Я не знаю, короче, как такое возможно. Муж теперь тоже дает интервью, говорит, я там как бы следил за этим всем. Все, действительно, она была, она беременна. Официальная версия, что она не была, что она вообще двойнику не рожала. Этот перинатальный центр заявил, что у них не было никаких летальных исходов. Короче, я честно скажу, я пока не верю вообще ни в одну версию. Ни в версию официальную, ни в версию неофициальную. Я чувствую, что в этой ситуации есть какой-то великий, великая какая-то ложь. Иначе это никак объяснить невозможно. Просто настолько это все нелогично. Настолько там, прям на поверхности лежат вот эти вот вопросы ключевые, на которые невозможно ответить. Как они предлагают нам поверить в то, что муж 9 месяцев не мог понять, что его жена не беременна. Как это укладывается вообще, я не знаю, как на это реагировать. Но история однозначно очень жуткая. Первая мысль, которая пришла в голову, неужели это такой вот пранк бывает? Сейчас же все, что угодно можно ожидать от этих социальных сетей. Люди сходят, как только люди не сходят с ума. Всякие вот эти вот розыгрыши порой и очень опасные, и на грани какого-то фола. Поэтому я даже был готов к тому, что это возможно какой-то пранк. Но явно видно, что это и не пранк, но также явно понятно, что и официальная версия, объясняющая эту всю ситуацию, она не выдерживает элементарной критики. Я надеюсь, как-то свет на это все прольется, мы узнаем, как на самом деле обстояли дела. Субтитры создавал DimaTorzok